здравствуйте уважаемые зрители хочу предложить вашему вниманию необычную но уловистую мушку которая связана на основе чешских всех нимф это ручейник или мормыш мормыш кто как его называет то есть бакоплав он может быть вот такой классической формы или же вот такой упрощенной формы все такие личинки работают исключительно одинаково независимо от того сколько усиков вы привяжите главное чтобы под было выдержана форма и расцветка та которая обитает вашем водоеме я хочу предложить вашему вниманию бюджетный самый дешевый вариант какой только возможен давайте приступим крючок конечно необходим специальной формы вот я использую вот такие крючки граб шримп то есть личинка на нем написано есть фирмы которая выпускает специализировано вот такие вот крючки беру крючок двенадцатый номер ставлю его такое положение в тиски и проматываю немножечко ниткой приблизительно до начала загиба так как наш бакоплав или же сборник личинка будут работать у дна я огружу нашу приманку подмотав немножечко свинца если у вас под руками в данный момент не казалось свинца вы спокойно можете это выполнить медной проволокой эффект будет почти тот же самый но правда не совсем на такую глубину будут погружаться можно дополнительно погрузить чем угодно его еще делаем обмоточку свинцом не доходя до колечка миллиметров 5-6 останавливаемся подровняли наши концы свинца промазали немножко клеем еще и поочередно начинаем крепить наши элементы для того чтобы моя мушка была более привлекательная я всегда стараюсь в конце сделать вот такой оранжево-желтый шарик это рыбе напоминает кормят личинку бакоплава которая будут откладывать яйца приблизительно захожу до края загиба переверну чтобы было удобно вот так и делаю шарик утолщение сделали беру теперь вот у меня есть разные вот такие остатки перьев возьму отщипну небольшой пучочек таких перьев где-то вот такой вот как вам видно и этот хвостик примотаем сразу за нашим шариком если недостаточно вырвали бородок можно добавить вот у нас получился вот такой хвостик мы его немножечко придадим форму вот так и я отрезал кусочек обыкновенной пленки которая используется в упаковках полиэтиленово слегка заостряю края чтобы легче было крепить и сразу же здесь креплю своего так заострил края и сразу же переверну крючок и здесь креплю в этом месте ширину пленочки вы подберете по величине размером своего крючка и тело которое вы будете изготавливать прихватили немножко вот так натянули промотали еще дополнительно прихватил наше перышко посмотрели как будет подворачиваться хорошо берем теперь кусочек любого люрикса который у вас есть наличие вот у меня есть остаток который остался его первый попавшийся и креплю здесь закрепили будем сегментировать им тело теперь берем кусочек лески леска смотрите по габаритам свои мушки у меня где-то 0 12 если мушка ваша будет еще мельче леску естественно надо использовать еще меньше вот мы подготовили с вами почти все элементы которые нам необходимы я думаю такие материалы дома вы всегда найдете теперь для создания тела вот я беру обыкновенную нить которую для вязания с махером ну мне кажется что чересчур он блестит это скорее всего как синтетическое какое-то волокно но она нам подходит по длине шерсти крепим нашу ниточку проматываем по телу и оставляем у загиба и теперь промотаем выровняем хорошо наше тело не жалея нити от этого будет зависеть качество нашей мушки но желательно чтобы нить была белая так как при намокании нашей шерсти или даббинга будет проявляться свинец что нехорошо для нашей рыбалки продолжаем дальше доходим доходим до колечка и в этом месте делаем накидные узелочки пару чтобы наша ниточка никуда не ушла и начинаем обматывать тело можно даже взять ее отрезать так как я буду уже использовать другую нить крючок переставляю для себя в удобное положение и начинаю делать обмоточку нашей ниткой виточек в виточку поправляем наш мех шерсть которая имеется вот так без пропусков стараемся и не доходя до колечка я подвешу на первой держателе нить чтоб она никуда не делась поменяем нитку на другой цвет я возьму зеленую болотного цвета захватили и теперь прихватываем нашу ниточку прихватили прихватили остатки отрезали так как наша личиночка не вся одного и того же цвета я беру предварительно подготовлю мушку нашу придам ей небольшую лохматость для этих целей в интернете существует достаточно много инструмента один из них вот есть вот такой расчесыватель даббинга я его применяю тогда когда мне допустим надо ну сильно мех выдрать оставили в таком положении немножечко подрежем чтоб нам не мешало намотки и теперь берем фломастер спинка у нас зеленая поэтому я сразу беру подкрашиваю вот таким зеленым спиртовым фломастером нашу спинку мех который мы начесали но так как наша мушка не вся будет зеленая я беру нашу пленочку и здесь чуть чуть более другим цветом вот таким желтым подкрашиваю свою пленку вот так ее видно конечно плохо но заметно подкрасили и теперь в районе где у нас грудка мы берем коричневый фломастер и как изготавливается чешская нимфа мы сделаем с вами точку прицеливания красненьким обозначим немножко точку вот я беру немножко вот так красненьким и в этом месте делаю красненькой это будет у нас собирательный образ и личинки и самого бакоплава сделали вот так оставили берем коричневый фломастер и немножечко промажем спинку коричневым вот так и теперь я крючок ставлю в удобное для себя положение и обматываю сейчас мы сделаем еще парочку узлов чтобы наша нитка никуда не уходила вот так и теперь берем наш люрекс и начинаем наклоняя крючок и начинаю сегментировать тело поправляя даббинг чтобы его не прихватывали мы вот так раз два очень вот так Доходим до колечка и здесь крепим остаток нашего люрекса. Закрепили остатки, отрезали люрекса. И накрываем нашей пленочкой. Стараемся красиво. Сейчас я поставлю для себя еще удобней крючок. Вот сверху с небольшой натяжкой, как вам видно. Еще поверну крючок. Делаем с небольшой натяжкой, крепим нашу пленку. Закрепили. Пленку я не отрезаю, так как потом с перегибом я буду после сегментации. Опять поворачиваем крючок, как нам удобно. И теперь уже леской, проходя по месту нашего люрекса, я начинаю пленочкой. Следим за тем, чтобы она у нас никуда не ушла. Проматываю леской. Сильно вот так продавливая. Прямо очень сильно продавливаем наш полиэтилен. Для изготовления таких мушек продается специально фирмой Хэнс. Чешская фирма. Это не реклама, которая специализируется конкретно по выпуску материалов, чтобы изготавливать разные мушки. Но неимоверное количество у них находится материала именно для вязания бакоплавов, разных личиночек. Довольно таки, которые реалистично выглядят. Но наша задача в домашних условиях изготовить качественную и хорошую приманку. Вот мы дошли до колечка. Крючок я не меняю положение. Прихватываю леску. Удерживаю ее в натяжке для того, чтобы она у меня никуда не убежала. Перехватываю. Еще хорошо проматываю. И теперь ставлю в удобное положение для себя крючок. Перегибаю вот так пленочку. И теперь в этом месте окончательно приматываю пленку. Примотали пленку. Не натянули. И отрезаем несколько движений. Отрезали. Отрезаем леску. И формируем головку. Так как у нас за счет перегиба пленки уже почти сформировалась наша головка, нам остается только лишь в этом месте промотать, нанести немножечко клея на нашу нитку и сделать завершающий узел. Что мы делаем. Делаем завершающий узел. Теперь для окончательного завершения нашей мушки мы ее вытащили из тисков, посмотрели на ее лохматость, как она выглядит. Опять ставим тисочки. И теперь я беру обыкновенную иглу дабинговую. И начинаю вот так немножечко выдергивать наш мех. Следим за тем, чтобы не попасть под нашу леску. В районе груди мы создаем иллюзию лапок. Вот где-то так. Теперь берем, подрезаем длинные части вровень с жалом. Вот так. Очень даже будет удобно. И так как у нас в ручейниках или же в разных личинках, в частности, бокоплава головка черная, я подкрашиваю черным фломастером место головы. А спинку я сделаю немножко коричневой. Вот. И теперь наш зверь готов к рыбалке. Как вы видите, большого труда не составляет изготовить такую мушку. Минимум уходит материалов. Но очень уловисто. Круглый год практически можно рыбачить. Начиная от мая и июня, как только снег сошел. И подлёдный лов любой, какой только возможен. Мои друзья, в частности, использовали с донным амортизатором. С резинкой, как её у нас называют. Довольно таки успешно работает эта приманочка. Вот так она выглядит. Всё, друзья. Спасибо вам за внимание. До скорых встреч. До свидания. До свидания. До свидания.